Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 7 июня, время почти половина седьмого, температура за бортом около 20 градусов, в общем, очень тепло в Лондоне. И я хотела бы, конечно, извиниться перед теми, кто давно ждет моего выхода в эфир, но так и, можно сказать, не дожидался. Я, ребята, все время с вами, все время работаю, все время очень-очень сильно работаю над своей основной темой. А основная моя тема – это, как вы знаете, битва за, как говорится, права человека. И это, как говорится, не так уж легко, если кто-то думает, сидя в Лондоне в углу. Об этом я вам расскажу позже, а сейчас о том, что еще не случилось 6 июня 23-го года в мире. Что не случилось. Начну с главного. Дели, Сан-Франциско-самолет, экстренно сел в Магадане. 232 пассажира плюс 12 экипаж. Это накануне визита Моди в Вашингтон. Канада понизила статус Индии, как демократического государства, до авторитарного режима. Включив эту страну в список, где уже находится Россия, Китай и Иран. Что-то мне говорит, ребята, что встречи в двадцатке не будет в этом году. Или не в Индии. Или не двадцатке. Значит, сначала в Индии столкнулись поезда. Потом четырехполосный мост рухнул через реку. И вы знаете, что президент Байден рассматривает Индию, как анти-Китай. Пытаясь втянуть ее в так называемое НАТО плюс. То есть индийские солдаты будут, как говорится, воинами НАТО против Китая. А шо? Их больше на несколько миллионов, чем китайцев. Украина анти-Россия. А здесь у нас будет Индия анти-Китай. А если она будет брыкаться, то ей уже показали, что с ней будет происходить. Значит, после всемирного военторга Блинкин помчался в Эр-Риад. Пороть принца за несоответствующую закупку американского оружия, как я себе подозреваю. Значит, на каждом шагу он тыркал принцу в лицо соучастием в убийстве известного журналиста Хашоги. И в отместку принц сказал, что да, хорошо, вы хотите, чтобы мы хорошо относились к Израилю. Для этого Израиль и все вы должны признать палестинское государство. Ну, Хамас, они все-таки еще боятся, как говорится, тыркать в нос, потому что Хамас это Хамас. А вот палестинское государство в Индии доположите. Вот Блинкин попал в ситуацию Цунг-Цванга. Значит, кто ожидал прокаховку, будет прокаховку. А сейчас вот о чем. Потенциальное формирование Альянса Четырех. В марте 23-го года премьер Моровецкий в Бухаресте предложил создать Альянс Стран Четырех. Х. Польша, Румыния, Украина, Молдова для процветания. Так он сказал. Ну и понятное дело, это не антироссия создается, если кто подумал, а антигермания. Ныне зерно Украины будет вывозиться не через Турцию, а через Польшу. Это мое предположение. Содружество, или как они это назвали, коллаборейшн. Бухарестской девятки. Содружество Бухарестской девятки. Куда входят страны НАТО? Булгария, Эстония, Латвия, Личвения, Хунгерия, Пуланд, Румыния, Чек-Репаблика, Словакия. То есть это все страны Варшавского договора, ребята, не так ли? И они медленно, но верно превратились в так называемый румынский или бухарестская девятка, которая благословение запросила у США. Они свою озабоченность адресовали в США и запросили о поддержке их стратегических устремлений к миру и процветанию региона. Сюда включение Молдовы и Украины позволит создать экономическую зону с населением 100 миллионов человек. А там, где 100 миллионов человек, там, ребята, есть где разгуляться. В это же время на встречу с Байденом направился наш премьер, товарищ Сунак. Вопрос, зачем, и так пышно его провожали, как вот это, помните, было провожала бабушка на войну солдата. Так вот, вся Британия с надеждой в сердце и страхом провожала Сунака к Байдену. Ну, а теперь про Дамбу. 6 июня ровно в 4 часа в 1945 году в Нормандии, в 1944, да, высадились войска Каолит-ЦИИ с целью установить демократию и уничтожить нацистский германский режим, не оправдавший надежду в Сталинграде и на Курской дуге. И вот теперь мы снова слышим слово Курска, Курска, Курска. Где Курск? Я имею в виду подлодку Курска, между прочим. В свое время была конспирологическая теория, которую я поддерживаю. Ну, а вы, наверное, будете опровергать, что именно эта подлодка находилась на Стражево-Адратическом море на случай не туда, не туда, налево развития войны в Югославии и готова была, как говорится, отстреляться. За это позже ей отомстили, лично капитану. Такая вот теория, еще раз повторяю заговора, высадка англо-американских освободителей Европы и случай с Каховкой, с Каховским этим барьерам, это звенья одной цепи, в моем понимании, как говорится, событий. Хотя и, конечно, это притянуто за уши, абсолютно, я знаю. Но категорически заявляю, ни русским, ни украинцам не нужна война. Кто подорвал дамбу, тому глубоко наплевать на население, тому глубоко наплевать на то, что будет с этим регионом, и тому глубоко наплевать на людей, на экологию. И это означает для меня, и не только, между прочим, что это замысливалось и делалось, если не руками, то по приказу ребят, которые далеко не русские и не украинцы. Как заявил Клеверли, министр от слова «клеве», то есть «умный», в Великобритании, и он высказал таки умную мысль, что если бы русские не вторглись на Украину, то и дамба была поцела. И значит, это их вина, кто бы это ни сделал. Это обычно есть такое, знаете, выражение «на варе и шапка», как говорится, горит. Зеленский отказался лично выступать на заседании Совета безопасности ООН, во всяком случае на сегодня. И потому товарищ Гутерреш впервые на моей памяти вспомнил про протокол. И он сказал, что если лично Зеленский не приедет, то значит заседание не может состояться, потому что по видео невозможно такие вещи решать. Ну а товарищ Путин туда, его даже не приглашали, и он бы туда бы не поехал, потому что это вот это бла-бла-бла-бла-бла, ни о чем ОООН ему уже давным-давно неинтересно, от слова совсем лично, я считаю, это площадка. Ну а летчикам индусским респект. Они предотвратили провокацию в океане в июне над Тихим океаном, как я считаю. Я не знаю, по какой причине, кто и как это предотвратил, но то, что они посадили самолет экстренно в Магадане, где людям предоставили какие-то, извиняюсь, матрасы, потому что Магадан не предназначен для международных, как говорится, таких рейсов, такого масштаба, как Дели, извиняюсь за выражение, Сан-Франциско, то самолет был новый, выслан, американские заглавные лица уже высказали озабоченность, что среди белых медведей американские граждане подверглись истязанию, потому что там, может быть, нету, как говорится, самых этих, как они, туалетов подходящих. Макрон, между тем, высказался против создания Центра дезинформации НАТО в Японии. Было сказано, что это очень-очень маленький центрик, такой, как был в свое время создан на Украине, и причина, по которой Макрон не хочет, чтобы это было создано в Японии, просто смешит НАТОвских вот этих вот ребят, которые на хорошей зарплате сидят в этих центрах и принимают решения. Зеленский пригрозил не ехать в Вильнюс, если ему, честно, не дадут входной билет в НАТО. Но, судя по тому, как спешно создается Альянс Четырех, в ход пошел план Б. Воевать на Востоке будут восточноевропейские зарабетчане. Права надсмотрщика над регионом у Вашингтона поехал запрашивать британский нью-колониальный премьер. Кто сомневается в моих раскладах, для тех хочу сообщить, что буквально сейчас наш король находится в Румынии с долгосрочным визитом и посещает все-все-все места, включая Трансилванию. Инициатива трех морей «Три ИССИ» и «Три ЭССИ Бизнес» в этом году пройдет в Румынии, чтобы показать всему миру, как серьезно к Бузнису относятся вот эти вот ребята, включая, конечно, и поляков, и румын, и молдаван, и украин. Таким образом, самый большой страх России, что у нее на Западе будет создана процветающая Украина и Восточная Европа загонит жителей России в страшный-престрашный депрессняк. По мнению создателей «Инициативы трех морей», прошу заметить, что раньше сюда входила Чехия, Венгрия, Румыния, не Румынии там не было, Словакия и Польша. Но теперь времена изменились и изменились, что называется, игроки. Игроки. Ставка сделана на румын. А я отдельно расскажу вам про Великую Румынию. Это интересно. Значит, создан фонд уже по процветанию этого региона. Сказано, что здесь находится, 100 миллионов, находятся, что всякие разные людские ресурсы, что очень важно, дешевая рабочая сила румыны и всякие разные молдаване и так далее, что всякие ресурсы здесь есть. Поэтому, бабосы, пожалуйста, грузите апельсины бочками. Товарищи коммерсанты, приезжайте, сейчас уже война закончится и мы будем создавать новую, не скажу, конечно, Великую Румынию, ну что-то мне подсказывает, что не ржечь паспулита, а лиц уж такие семиллярные. Раскрытие огромного делового потенциала центральной и восточной Европы на пороге, ребята. А там, где бабосы, там и наш король. А там, где наш король, туда течут бабосы. Ну вот как-то так. А пока, пока. Пока. Пока.